Благодаря работе заинтересованных структур, в частности правоохранителей, медицинских работников, а также членов общественных объединений, сегодня можно говорить о том, что в Бресте и области ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, стабильная. Однако это не повод расслабляться, тем более, что место нелицеприятным фактом, увы, есть. Речь идет об инциденте, который произошел в московском районе города. В местное отделение милиции начали неоднократно поступать жалобы жильцов одного дома на удушливый запах ацетона, исходивший из так называемой «нехорошей квартиры». В ходе проведения обыска она оказалась настоящим наркопритоном. Нигде не работающий житель города Бреста, 77-го года рождения, в квартире своей матери по месту жительства оборудовал помещение для изготовления наркосодержащих веществ, псифтоэфедрин. Сотрудникам милиции в ходе обыска было обнаружено, кроме специально приспособленных устройств, электронные весы, а также вещи, которые гражданин похищал в ночное время. Он совершал кражи из автомобилей. По данному факту, возбуждено уголовное дело, он находится в следственном изоляторе. Сотрудники милиции устанавливают его причастны к совершению преступления на третье города Бреста. С начала спецоперации 102 жители Бреста и области были привлечены к административной ответственности за посев или выращивание психотропных веществ. Как правило, задержанные обычно говорят, что не знали о запрете, растили эти культуры сугубо для личных целей и исключительно для красоты. Однако тяга к прекрасному не освобождает их от ответственности. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 20 базовых величин. Уже с начала проведения операции на территории Брещины было обнаружено и изъято более 15 тысяч килограмм мака и 800 килограмм конопли. Эти растения незаконно произрастали, наркосодержащие, на территории более 20 гектаров. Кроме этого, благодаря такой работе, слаженной вместе с общественными объединениями, белорусским обществом Красного Креста, сотрудники милиции делают акцент на профилактику правонарушений и преступлений. Специальная операция МАК продлится до 15 сентября текущего года. Сотрудники милиции продолжат дальнейшее обследование дач, полей и других административных участков на предмет произрастания мака, конопли и других запрещенных к культивированию растений. Напоминаем, что граждане, которые добровольно сдадут наркотические или психотропные средства, а также те, кто будет активно собственствовать выявлению или пресечению преступления, освобождаются от уголовной ответственности.